Даже спустя три дня болигинцы с ужасом вспоминают начало страшного пожара, после которого крыши над головой лишились больше 20 человек. Сейчас от домов остались только печные трубы, следы фундамента и горькие воспоминания. Один из пострадавших – Сергей. Мужчина только недавно вернулся из зоны СВО и планировал дома масштабный ремонт. Что успели спасти, когда пожар начался? Только документы, ни вещей, ничего не успели вытащить. Ничего. Да ничего не спасли. Что на нас есть, то и все. Только документы они успели спасти, и все. Баню хотели построить. Да, вот, хотели построить, вот он брус лежит, все лежит как бы. Только все купили, дома все новое стояло, мебель, все. Теперь ничего нет. В 2015 году в Балиге был такой же страшный пожар, который уничтожил шесть домов. Местные считают, что противостоять стихии можно было бы, если бы в селе существовала пожарная часть. К слову, ее обещали открыть еще давно, однако дело дальше слов не пошло. У приезжих пожарных при работе тоже возникли проблемы. Они вообще стояли там, откуда начался пожар, от Барановой. Они были там стояли, тушились. Не сказать, что быстро мы звонили. Нам сказали, все пожарные машины стоят на кладбище, что выехать они не могут. На помощь погорельцам пришло все за Байкалье. В Чите и Петровске-Забайкальском были открыты пункты сбора помощи. Денежные средства собирают также волонтерские движения и фонды. Особенную поддержку пострадавшие получили от своих односельчан, которые и приютили, и накормили, и моральную поддержку оказали. У меня сегодня дети увезли свою материальную помощь, у меня два сына отдали, они деньгами отдали. А я вот сейчас купила посуду, там у меня чайник стоит электрический, тоже сейчас понесу в клуб. А вообще, вы знаете, у меня было в больнице, все, вот все что-то несут, что-то, деньги переводят. То есть, как-то все откликнулись. В группах читают, там и Тарбогата, и Новопавловка, и Хараус, и Саганур. И все, вот все стараются помочь, потому что, говорится, горе-то для всех, а мы же своих не бросаем. Тем временем, директор мебельного комбинатора «Свет» не на камеру, но все же высказал свое предположение о причине пожара. По его версии, произошел намеренный поджог. Пока следствие разбирается со всеми причинами, специальная комиссия выясняет размеры ущерба. Единовременные выплаты начнут поступать пострадавшим уже в ближайшее время. Гулял Хасова, Евгений Петина, Данил Ботвинский, Никита Дроздов, РТК «За Байкали».